Друзья, привет! С вами, как всегда, Джим Макс, и в этом видео я вам расскажу историю, в которой меня обманули. Да, если что, это та самая история про шмот. Под прошлым видосом набралось реально много комментариев, поэтому, собственно, видос убыть. Расскажу вам, как меня обманули, чем история продолжилась, и расскажу, как у нас в России работает система защиты вот в таких вот ситуациях. Если что, с подобным может столкнуться абсолютно каждый, поэтому просто имейте это в виду. Как всегда, перед началом ролика попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, чтобы помочь каналу в развитии. Спасибо! И начнем, пожалуй, с самого начала. Как-то раз мне пришло в голову сделать для себя худи из фитшот. Просто появляются в одной и той же футболке везде, мне как-то уже поднадоедает, а другие вещи с магазинов имеют либо какой-то логотип, либо мне как-то не нравятся. Плюс я парень не очень плотный, поэтому как бы вещь найти под меня, чтобы она хорошо села, тоже немножко проблема. В общем, прикинул я по цене и понял, что как бы мне проще для себя шить все-таки вещь на заказ с моим дизайном и с моим размером. Сначала я искал фирмы в интернете, то есть сделать одежду на заказ, пошить и так далее. Но, к сожалению, не нашел подходящего варианта, поскольку многие фирмы либо делали опт, ну то есть они делают сразу несколько вещей, не одну. Или некоторые фирмы мне просто отказывали, поскольку они, например, могли сшить такую вещь, но логотип они вышить не могли. И как бы, ну, сорян. Если быть короче, ничего путанного в интернете я так и не нашел. И как-то раз в моем ТЦ, рядом с моим павильоном, где я работаю, заселяется женщина, которая как раз-таки шьет по ее словам такую вот одежду. Ну, так скажем, открылось мини-ателье. Я, естественно, с ней познакомился, и по первому впечатлению, этот человек словно ангел. И работяга, и все делает, и такая невинная и неприступная. Ну то есть не человек, а сказка. В общем, уточнил я у нее пару моментов, сколько будет шить футболки, сколько там какой-нибудь кенгуруми, худи и так далее. И, в принципе, на этом идея затихла, поскольку я перегорел этим и оставил это на потом. Через какое-то время эта женщина съехала с этого павильона, поскольку якобы там у нее не было клиентов. Хотя, ну да, конечно, не было клиентов, я просто потом узнал, почему она съехала. Но, несмотря на это, у меня остались ее контакты, и я решился заказать у нее перед игрой миром пару вещей, а именно худи и свитшот. Написал ей, расписал идею и сразу же уточнил проб, поскольку, мало ли, она тоже делает от нескольких штук. Кстати, делаю акцент на этом моменте, поскольку он нам потом пригодится. После я сразу же сказал, что мне нужен один экземпляр вещей, поскольку, ну, потом будем думать, зайдет эта вещь или не зайдет. Ну, то есть, мало ли, моя аудитория понравится эта вещь, и кто-то хочет шить такую же на заказ, и я у нее потом бы заказал. В общем, сошлись на том, что пошив одного экземпляра, а именно худи и свитшота, будет вместе 7100. Я подумал и все-таки решился заказать. Она мне говорит, ну, скидывай 50% предоплаты на этот номер, а далее просто оплатишь потом по факту, ну, когда я это все сделаю. Говорю, не вопрос, скидывайте номер, на который переводить деньги, она мне скидывает, скидывает какой-то левый номер, но да ладно, как бы с кем не бывает. Перевожу, все окей, и договоримся о примерке. А в итоге, прямо на следующий день я к ней приезжаю, мы все это обговариваем, и она с меня, так скажем, измеряет вот эти все мерки. Когда мы это все обговаривали, я ей сразу сказал, что эти вещи нужны для мероприятия, а конкретно для Игромира. Мне сказали, не вопрос, я дам тебе вещи уже в ближайший понедельник, а это тогда было, наверное, где-то через 4-5 дней. Я что-то такой подумал, вау, круто, так быстро. В общем, после примерки все друг друга поняли, я ей дослал ТЗ и начал ждать. И знаете, при примерке у меня сложилось такое впечатление, что вот, ну, что-то идет не так, ибо как-то все быстро это прошло. Сложилось такое впечатление, будто она капец какой профессионал и может читать мысли. То есть она вот меня измеряла, да, и вот знала, какой, например, ворот пошить, хотя она его даже не измерила, да, и как-то вот, ну, какое-то вот у меня сомнение на этом этапе появилось. И как, видимо, не зря. Я просто не знал, как проходят мерки данных вещей, поэтому полностью ей доверился. В итоге я начал писать ей в те дни, в которые она обещала отдать мне вещь. Но меня ждала сказочная хинея, поскольку я очень добрый и понимающий. День, два, три, и все шло к тому, что вещь еще не готова, там осталось пару штришков, и потом мне ее отдадут. В итоге я каждый день начал ей звонить, донимать, то есть, ну, писать сообщения, поскольку Игромир уже на носу. Но мои звонки скидывали и отвечали голосовухами в отца. Типа, блин, сорян, у меня не получилось, и опять перенос даты. Потом была какая-то история про девочку, которая что-то там заболела и что-то там не сделала. Максим, здравствуйте. Девочка, которая, ну, вышивальщица у нас на производстве вышивальном ваше изделие, она два дня была на больничном, там, с давлением что-то у нее было. Вот. Вот. Выйдет она, если не она, то заменят ее, как бы, человек. Вот. И в понедельник все сделает. Я в понедельник заберу. Прошу прощения, конечно, но вот. Вчера тоже не могла до них, и ни вчера, ни позавчера дозвониться не могла, у нее в недоступе телефон был. Ну, вот. В понедельник я заберу. Короче, данный человек извивался как только можно. Ну, опять же, я добрый, понимающий, и да, 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 конечно, такой, ну, просто дебил. Потом это все переросло в то, что вещь уже готова, но ее нужно всего лишь отдать. И край мир, к сожалению, уже тогда прошел, я остался без вещей, но я как бы за них заплатил, и, в принципе, они мне потом бы пригодились бы. И, собственно, поэтому я продолжал ее донимать, типа, когда, когда, когда. В итоге мне говорят, что все нормально, нужно лишь встретиться, я передам тебе вещи, и так далее. И в тот момент я не мог приехать, поскольку у меня были дела, но потом у меня появилась возможность, но у нее, к сожалению, она каким-то образом пропала. Хотя, в принципе, изначально была, ну, как-то странно. В итоге опять перенос, 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 и я понимаю, что мне просто врут. В итоге я изложил свое негодование, что так как бы нельзя, я заплатил, скажите да, то я подъеду, ведь, ну, так не делается. Кстати, хочу обратить внимание, что я с ней общался чисто по-человечески, то есть без какой-либо агрессии. В итоге на все это ответа не было, я психанул, и на следующий день просто поехал к ней на точку. Поскольку эта клевета мне уже реально надоела, и как раз я на следующий день должен был проезжать около нее. Несмотря на то, что эта дама должна быть в налоговой, угадайте, кого я встретил на точке? Да, конечно же, ее! Как только я ее увидел, я ей сказал. Где вещи, Любовский? Мне на это лишь сказочно улыбнулись, типа... И начали опять выдумывать какую-то историю, что там девочка что-то накосячила, и вообще у этой вещи готовы лишь там боковые стороны, ну, лишь, грубо говоря, два шва. Короче, если по-русски она нихера ничего, скорее всего, не начинала даже делать. Я это прекрасно понял и говорю, отдавайте мои деньги. На это мне сразу же ответили. Да-да-да, конечно, если тебя там что-то не устраивает, да, я тогда тебе отдам деньги, да, если ты не хочешь дать. Я говорю, ну, отдавайте. И она такая, ой, блин, я сейчас отдать не могу, у меня денег вообще нет, я перевести ни с чего не могу. И я говорю, а когда переведете? Она ответила, типа, сегодня переведу, типа, до конца дня. Я говорю, когда именно? Ну, до конца дня переведу. Ну, окей, я стал ждать. Я ушел, и, в принципе, это была, наверное, моя ошибка. Как вы все прекрасно догадались, мне ничего не перевели. Если что, этот человек, который так поступил, это ИПшник. То есть, это лицо, которое зарегистрировано в налоговой и которое должно нести, как бы, ответственность за то, что он делает. То есть, в этом плане, если обращаться в суд, хотя бы есть на это основание, поскольку это не Вася Пупкин с пятого подъезда, который просто за бутылку тебе согласился что-то сделать. И тут я подумал, что ездить каждый раз к ней смысла нету, потому что она мне ничего не вернет, и, как бы, рычагов давления у меня нету. И дай-ка я пойду по пути закона. Знаете, мне не столько было жалко эти четыре тысячи, как ее чувство безнаказанности, поскольку это не первый случай, когда она кого-то обманывает. Просто я потом узнал историю, что она капец, сколько их обзанимало людей, и самому ТК она торчит, вроде как, нормальное количество денег. И тут я подумал, что, как бы, сам я не верну эти деньги, поскольку, опять же, нету рычагов давления, обращусь я в суд, поскольку я смогу официально вернуть свои деньги обратно. В итоге я обратился к юристу, он меня проконсультировал и написали на нее претензию. Далее все сделали абсолютно правильно с точки зрения требований, поскольку, без проблем, все документы, которые мы принесли, суд принял. В бумагах нужно было указать еще информацию о ней, но это не составило труда, поскольку это, еще раз повторюсь, ИПшник, и всю информацию о нем можно добыть прямо из интернета, то есть это вообще изи было. А как его полностью зовут, какая фамилия и так далее, мне рассказали в ТЦ, поскольку я знал ее только имя. Я этой женщине после всего этого писал и кидал ей официальные претензии, но ей было пофиг. Но потом, ближе к концу, она поняла, что я, как бы, я не рофлю, я реально обращаюсь в суд. И она начала, типа, ой, у меня просто нету времени, нету возможности и так далее, я тебе все отдам. Но, если что, до этого момента мне ничего не вернули. И знаете, если рассуждать о этой ситуации, если бы человек, ну, реально по-человечески хотел вернуть эти деньги, он хотя бы писал, типа, извини, я там верну тебе за две недели, не получилось прислать тебе сегодня, реально подожди, неловко вышло и так далее. Нет, этот человек мошенник, он не хотел возвращать эти деньги и просто не хотел, грубо говоря, иметь дело в суде. И, глядя на эту ситуацию, опять же, можно сказать, блин, как жаль, у человека нету денег, чтобы отдать, да, но этот человек, это мошенник, это, это, это мошенник. В общем, назначили мне день слушания и она на него не пришла. И, знаете, с самого начала этого процесса мне показалось, что творится какая-то херня. Слушание назначили в 10 часов, но мы ее ждали, поскольку она сказала, что она опаздывает. В итоге она вообще не приехала, мы ее просто так прождали 30 минут. Зашли, пришел судья, это была женщина средних лет, наверное, в районе 30. И вроде как все началось в обычном процессе. Сразу скажу, что это был мой первый опыт, я не знал, как себя вести в суде и так далее, но мне юрист сказал сразу, что, типа, ну, не ругайся, не кипишу и так далее, как бы совсем соглашайся, главное не ругайся. В итоге меня спрашивали, как все это было, я, естественно, рассказал. И, знаете, в душе и вообще логически я понимал, что все пройдет нормально и мне вернут мои деньги. Ибо я все-таки пострадал, она деньги не вернула, она просрочила все, что только можно, а самое главное, правда-то на моей стороне и у меня есть все доказательства. В итоге она начала все читать, сразу же ошиблась в сумме, посчитав, что мы договаривались на 71 тысячу. Но я сразу же подправил и сказал, что это 7100, она такая, ну окей. В итоге она начала читать переписку и начала меня спрашивать. И тут для меня начинается просто какая-то, какая-то просто фигня. Она начинает меня спрашивать по таким вопросам, которые вообще никак не относятся к делу и никаким образом не влияют на то, обманули меня или нет. Был такой вопрос, типа, а что значит, зайдет вещь или не зайдет? Окей, ответил ей, типа, у меня есть аудитория, да, как бы если ей понравится данная вещь, которая у меня, как бы есть возможность того, что я у нее сделаю еще раз какой-нибудь заказ и вообще сделаю такие вещи там для розыгрыша или для продажи. Она такая, типа, окей, окей, окей. В итоге она потом меня спросила еще раз два-три раза это. Видимо, она вообще не поняла, что я ей сказал, и я ей ржевал как мог. И после она спросила меня такую вещь, от которой я даже немножко потерялся. Говорит, а докажи, что когда ты с ней переписывался, это вообще была она, то есть это та, на которую ты подал в суд. Просто когда я этой женщине кидал претензию, она ответила, типа, я не я, задница не моя, типа, а кто это вообще такая, кому ты перевел деньги, хотя, в принципе, это она скинула мне номер. И как бы судья сделал на этом акцент, типа, а реально докажи, что это вот она. Я говорю, ну, типа, в смысле докажи, позвоните на этот номер и как бы возьмет она. Мне отвечают, типа, ой, а докажи, что именно в момент переписки ты общался с ней, потому что, а вдруг это была не она? Чего, блядь? То есть, грубо говоря, ей написал, она ответила, я потом пошел к ней на примерку, и это была не она? Это что за бред? Я говорю, а как вам я докажу? И мне ответили, типа, ну, не знаю, предоставь какие-то доказательства в следующий раз. Потом меня спросили, типа, откуда ты вообще информацию о ней нашел? Я говорю, в интернете, в базе, как бы она работала в том ТЦ, где и я, и, в принципе, там они еще рассказали инфу. И мне на это, типа, ну, ладно, окей, хорошо, я поняла. В итоге она, по-моему, еще раз спросила про опт, зачем я это спрашивал, и потом вот просто началась какая-то дичь. Я еще раз все объяснил, и она меня спрашивает, типа, а не против, если это дело, ну, переедет, грубо говоря, в другой суд? Я недопонял, для чего это, и в итоге я согласился. Ибо я ругаться не хотел, и опять же, я не понял, зачем это, поскольку я юридически вообще не грамотен. В итоге она выходит, заходит и выносит приговор, что, якобы, это дело приобретает совершенно другое направление. Так как вещи в ее понимании нужны были для дела, а не для меня лично. Типа, для моего канала, типа, для розыгрышей, для продажи, для творчества, но не для меня лично. Хотя, в принципе, я ей сто раз сказал, что я покупаю лично для себя, я ездил на примерку, я примерялся, и, то есть, эта вещь нужна была именно мне. И, типа, это дело нужно смотреть совершенно по другим углам, а не так, как мы обратились. Я не знаю, как в юридическом плане, но я к ней обращался, как простой потребитель, который заказал у нее одежду на заказ. Но судья посчитал, что я заказываю у нее вещи, как заказчик оптовик, видимо. Грубо говоря, судья принял мою информацию шиворот на выворот, хотя я несколько раз сказал, что я вещь заказываю для себя, а не для дела. Плюс она сказала, что дело переносится по месту жительства на того, кого я обращался. Но здесь я дурканул, я просто дал согласие, поскольку я не понял, для чего это делается. И знаете, когда я вышел суда, я понял, что это пиздец, и я реально был в шоке. И самое шокирующее для меня было то, что в суде не было ни одного вопроса. НИ ОДНОГО ВОПРОСА на тему того, когда она попросила скинуть деньги, когда она просрочила, когда она обещала шить, она вернула ли тебе деньги, типа, она шила ли одежду и так далее. НИ ОДНОГО ВОПРОСА И ДАЖЕ ПОДОБНОГО ВОПРОСА НЕ ПРОЗУЧАЛО ВООБЩЕ. То есть какого-то вопроса по делу или какого-то вопроса, как у пострадавшего, ну, в мою защиту, не было вообще. Знаете, после этого у меня создалось такое ощущение, ну, после их вопросов, будто я виноват еще. Типа, я спрашивал про опт, типа, зайдет, не зайдет вещь, ну, типа, че за херня? Я, конечно, сразу же обратился к юристу, говорю, ну, так и так, че делать? И он говорит, что судья просто не захотел работать, поэтому он, грубо говоря, кинул твое дело в другой суд. Ну, грубо говоря, воспользовался твоей юридической безграмотностью. Тем более, как бы они не хотели работать, поскольку это был ноябрь, и, ну, сами понимаете, праздники и все дела. Мы с ним накатали жалобу и в итоге отправили. Но вообще дошла ли эта жалоба до места назначения? Без понятия. И, исходя из всего этого, я понял, что, обратившись в суд, потратив на это время, деньги, я остался с хером в кулаке. И, знаете, дело в том, что данная ситуация может столкнуться абсолютно с каждым. Ну, просто представьте, вы идете в магазин или у кого-то делаете заказ, у вас берут деньги, но вам не дают товар, и что делать? Бить в морду, чуваки, ну, вызовут полицию, и, грубо говоря, у вас проблем будет еще больше. Звонить в полицию, ну, еще докажи, что он что-то у тебя взял и тому подобное. И, то есть, по сути, с данной ситуацией я понял, что в таких вот ситуациях проще быть мошенником, поскольку докажи, обратись в суд, потеря много времени, пока этот чел, да, грубо говоря, живет на мои деньги. И еще, знаете, забавный факт, это, грубо говоря, никто не будет разбираться, пока вас никто не покалечит. Есть миллионы историй, когда, грубо говоря, люди обращались в правоохранительные органы, просили помощи о том, что им угрожают и тому подобное, но к ним не ездили, и всем было пофиг. И приезжали лишь тогда, когда реально кого-то прибивали. В моем же случае просто всем было пофиг, поскольку сумма небольшая, ну, всего лишь 4 тысячи, хотя это новиночка для Иксбокса. Хотя, помимо 4 тысячи рублей, которые я отдал, я еще заплатил госпошлину и, грубо говоря, отдал юристу. И при всем при этом судья не проявил желание даже задать какого-то вопроса в мою защиту, но, как по мне, это бред. И в случае, если вы переводите кому-то деньги, да, и вас обманывают, то этому человеку, то есть мошеннику, ничего не будет, им не будут разбираться вообще, всем пофиг. И, опять же, повторюсь, мне не столь жалко этих денег, как ее чувство безнаказанности и нейтрального отношения тех людей, которые, в принципе, тебя должны были защитить. Я был в диком шоке после этой ситуации, потому что это был мой первый опыт, и он вот такой. И я испытал на личном опыте, что в нашей стране наши правила, они не работают, и выгоднее быть мошенником, нежели, вот грубо говоря, потерпевшим. Просто смысл в том, что до вас никому не будет дела. Поэтому, ребят, кому-либо доверять и кому-то переводить свои деньги иногда не стоит. Вот такая вот история, друзья, извлеките из него опыт, если вдруг с вами приключится подобная история. Никогда не уходите, требуйте, кричите, орите, скандальте, но делайте так, чтобы вам вернули ваши деньги и чтобы вам оказали услугу. И самое главное, ни в коем случае, ни в коем случае не будьте добрыми и понимающими вот в таких вот ситуациях. Просто всем на вас будет пофиг. На этом, в принципе, все. Вот такая вот история про шмот. В итоге у меня минус 4К и плохой опыт в суде. Но, в любом случае, это опыт жизненный, и теперь я понимаю, как действовать в таких ситуациях, что нужно делать, что не нужно и так далее. Напишите в комментариях, если у вас были какие-то истории такие вот жизненные, если вас тоже когда-то обманывали. Ну и если понравилась история, если у вас лайк и подписка на канал. Большое спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok